Благовещенск был городом богатым, как вы знаете, и в городе любили спорт. Казалось бы, какая связь. Столетия назад спортсмены Благовещенска были весьма зажиточными. Их стараниями в конце 19 века и появился Первомайский парк. Они его благоустраивали и на нем же зарабатывали 7 миллионов в год на наши деньги. С интересных фактов и началась экскурсия по Первомайской и раньше Невельской, улице Промзоны и богатейших усадеб Презейского района. Для многих он знаком. Кто-то здесь жил, кто-то просто гулял, но не догадывался, что окна квартир, например, выходят на дом наследника двухмиллиардного состояния Лукина, в котором позже содержали японских военнопленных. Мимо ходили этих домов, но судьбу и историю этих домов не знали. Кто там жил, оказывается, там и женились, и убивались, и друг другу там что-то дарили, и дарили это заводы и фабрики, а не просто так. Потому что это оказалась улица, значимая тем, что здесь жили миллионеры. Вот, Благовещенские, 100-летней давности. На Невельской, ныне Первомайской, остались дома миллионеров имени Тетюкова, где четырехэтажная мельница в день производила 112 тонн муки. Неподалеку клуб речников, база флота. Знаменитый пивзавод Кабоска, где в год выпускали 200 тысяч литров хмельного напитка. И первая паровая мукомольная мельница торгового дома Алексеевых, теперь это Амур-агроцентр. На него особое внимание обратил Виктор Александров, да и в целом экскурсия Благовещенца впечатлила. Я хочу, чтобы экскурсий этих было больше, но в первую очередь это для детей в основном. Ну и, конечно, для наших и пенсионеров, и для молодежи в первую очередь, чтобы молодежь развивалась, молодежь продвигалась, ну и знала, что у нас было раньше. Ходить вообще полезно, да, а ходить и знакомиться с историей своего родного города, вы видели, как много людей пришло, да, то есть это полезно, это еще интересно. Меня очень воодушевляет то, что людей таких становится все больше и больше, и когда они слушают, у них глаза горят, они открывают для себя, в общем-то, знакомый родной город, открывают с новой стороны. С новой стороны Первомайскую узнавали больше 60 горожан. Народные экскурсоводы поделились, такое количество любителей истории еще и разных возрастов не может не радовать. Тем более, если последний раз подобные мероприятия проходили до пандемии. Александра Лещенко, Максим Иценко, программа «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова